Улучшить окружающую вас действительность и увидеть то, чему не видят другие, можно вполне легальными способами. Например, с помощью видеоочков дополненной реальности. Вы, конечно, наверняка слышали про Google Glass, но и другие производители не сидят сложа руки. И сегодня я расскажу об еще одном интересном варианте видеоочков с дополненной реальностью Epson Mavirio BT200. У компании Epson подход довольно интересный. Здесь не просто очки, а целый комплект. К ним подключается проводной пульт, который формирует картинку. Это скорее системный блок, поскольку внутри есть процессор, память и работает он на операционной системе Android 4.04. Только в отличие от смартфона, экрана у него нет. Зато есть большущая сенсорная панель. Еще одно сходство со смартфоном – три до более знакомые кнопки управления. Очки бинокулярные. Суммарное разрешение картинки – 960 на 540 точек. Причем формируется оно с помощью двух матриц Epson Altimicron, спрятанных в дужке, а на стекло попадает через призму. Картинка занимает не все пространство стоков, а только центральную часть. Кроме того, видно и то, что находится за очками. На одной дужке вмонтирована камера, а к другой подходит провод с пульта. Довольно тяжелый, но мягкий. Сами очки громоздкие, но с возможностью подстройки. Для этого просто сдвигаем резиновые накладки на дужках и сгибаем резинку на носу. В комплекте есть две дополнительные накладки-затемнители и оправа для линз, если у вас плохое зрение. Система с полупрозрачными призмами в стеклах сделана для того, чтобы очки позволяли одновременно наблюдать как изображение на экране, так и действительность задней. Призму могут формировать и 3D-картинку в режиме горизонтальной стереопары. Все зависит от того, что вы будете смотреть в этих очках. Возможности и производительности системного блока хватает для самых разнообразных вещей. Самое простое – просмотр фильмов, игры, серфинг в интернете. Увы, Google Play в системе отсутствует. Зато производитель запустил альтернативный магазин Maverio Apps Market, в котором пока что немного приложений. Впрочем, никто не мешает установить другой софт с помощью APK-файлов. Для хранения данных в системном блоке есть 8 ГБ. Объем этот можно расширить с помощью карточки microSD. Обрабатывает данные тут двухъядерный процессор Texas Instruments OMAP 4460 с тактовой частотой 1,2 ГГц. Изображение с блока можно выводить не только на очки, но и на внешние устройства с помощью Wi-Fi и технологии Miracast, которые можно встретить в современных телевизорах. Помимо Wi-Fi, блоки управления есть и модуль Bluetooth 3.0 и разъем microUSB с поддержкой OTG. Кроме изображения, носитель очков, конечно же, захочет получить и звук. На самом пульте разъема для наушников нет, зато он есть на вынесенном на провод блоке с удобной клипсой. Аккумулятора емкости 2720 мАч хватает примерно часов на 6 работы. Учитывая, что очки не обязательно все время держать включенными, то заряда вполне может хватить на несколько дней. Чтобы полностью раскрыть потенциал этого устройства, достаточно использовать его просто как смартфон, передающий картинку на очки. Когда в дело вступают встроенные датчики, камеры и GPS, тогда и начинается настоящая магия. В этой модели акселерометр, гидроскоп и компас не просто встроены в системный блок, но и продублированы в очках. Камера тут низкого разрешения, но она и не предназначена для фотографий. Ее основная задача – фиксировать QR-коды и специальную графику, которая потом будет превращаться на экране в дополнительную информацию. Вполне можно представить себе экскурсию по музею, в котором возле экспонатов будут развешаны не таблички, а такие вот рисунки и трехмерные модели. Или прогулку с GPS-навигацией, когда картинка с маршрутом наложена прямо поверх уличного пейзажа. У такой системы огромные возможности, и все зависит от того, получит ли она поддержку у сторонних разработчиков. Epson, по крайней мере, всячески поощряет их. Уже сейчас, например, есть специальное приложение для управления квадрокоптером Parrot AirDrone, причем с трансляцией в очках картинки с камеры. Конечно же, прогресс двигают игры. В Averio Apps Market доступны разные тестовые приложения и готовые проекты, в которых есть ссылки на скачиваемые рисунки для дополненной реальности. Распечатываем такой файл на бумаге, и очки распознают его как авиационный двигатель, модель дома или поле для уничтожения зомби. Главное, не запутаться, к какой игре, какая картинка. Пока что люди в смарт-очках на улице выглядят довольно странно. Тем более в таких больших и с проводным пультом. Не привыкли мы еще к таким технологиям. Да и стоимость их не позволяет пока говорить о массовом применении. Это скорее устройство для модников, следящих за последними веяниями в IT, или специалистов, применяющих дополненную реальность для обучения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова